Изначально судебные приставы искали вот этот автомобиль. Он подлежал аресту в счет погашения долга одной из организаций Барнаула, которая не рассчиталась с государством и рядом предприятий на сумму около 5 миллионов рублей. А BMW X-Drive на балансе имела. Вот служители Фемиды и охотились за машиной, нашли ее возле церкви. Но за рулем оказался депутат, который показал свои корочки и закрылся в салоне, не желая отдавать авто. Я сегодня по телефону узнал, что оказывается на данный автомобиль поступил заказ, и они хотят его в три раза, в двое, в трое дешевле продать, и поэтому организовали вот такое, подключили своих, привезли. Однако за время переговоров приставы выяснили, что и сам слуга народа Александр Орлов значится в их списках. В качестве руководителя другого предприятия с долгом в 7 миллионов рублей. Спустя три часа депутат открыл двери авто и подписал все нужные бумаги. BMW все же арестовали. Незаконную охоту на косуль устроили в Куриинском районе. Браконьерам удалось застрелить семь животных. Полицейские и охотоведы застали злоумышленников на месте преступления как раз во время разделки туш. Следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемых убитых косуль снегоход и ружье. Сейчас устанавливают ущерб, нанесенный природе Алтая, и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В целях профилактики употребления несовершеннолетними спиртных напитков, а также совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения, в текущем году нами были продолжены мероприятия по выявлению лиц, допускающих продажу несовершеннолетних спиртных напитков. В погоне за выручкой получают убытки, а 30 до 50 тысяч рублей рискуют отдать государству из собственного кошелька продавец продуктового магазина за бутылку спиртного, отпущенного в розницу детям. Бийский полицейский и представители молодежного парламента проверили торговцев горячительным на честность. Парень, не достигший 18 лет, заходил в магазин и просил продать ему алкоголь. Почти все отказывали, но нашлись двое, которые пожалели юношу и, получив от него меченую купюру, бутылку с градусным напитком все же продавали. Тут же представители закона выписывали протоколы. Теперь в казну Бийска поступят около 100 тысяч штрафных рублей. Галина Юмашева, Наши новости.